Решили сделать небольшую презентацию первую клуба рукодельниц Оренбуржья Ассорти. Инесса сейчас все расскажет, свою задумку, свои планы на будущее. Кого она хочет видеть, кого слышать, с кем мы хотим дружить, как общаться. Я думаю, сейчас, если будут какие-то вопросы, вы потом будете задавать нам. Да? Давайте начнем. Инесса у нас. Всем привет. Ну, все началось с моего YouTube-канала Вышивка Плюс. Потом я открыла еще другие каналы и обнаружила, что у нас очень много рукодельниц, которые не могут тусоваться где-то... Ну, во-первых, нет помещения, во-вторых, нет такого клуба. Допустим, у нас в Оренбурге есть большой вышивальный клуб Стеклые Василисы, зальный клуб. Но много людей увлекаются другими видами рукоделия, которые не подходят по тематике вот в этот клуб. И когда они хотят где-то вместе собираться, у них, во-первых, нет такого помещения и нет организатора. Ну, я взяла на себя роль организатора. Галерия куклы Ирина нам предоставила место для тусовки. Вообще, какая задача и цель моего клуба? Меня смотрят зрители сейчас на другом моем канале, не только рукодельницы, но они очень хотят этому научиться. Где можно научиться? Да, люди платят деньги за мастер-классы, но там уже в основном для профессионалов. Ну, как-то хочется людям немножко втянуться в это дело. То есть, нужно с чего-то начать. Ну, поскольку мы люди помешанные на своем деле, вот, и мы можем как-то зарядить людей энергией. То есть, самый главный вопрос, который задают зрители, где взять вдохновение? Вот говорят, я вот хочу что-то делать, но не могу, надо с чего-то начать. И вот как раз идея клуба – зарядить людей своей энергией, передать им свое мастерство. Я очень хочу, чтобы в нашем клубе были рукодельницы, которые и вяжут, и скрабутингом занимаются, пэтчворк. Вот сейчас многие принесли свои работы, мы сможем посмотреть, кто чем увлекается. Это первая встреча, еще реклама была не такая большая, но я думаю, что со временем в наших рядах все впереди, будет очень много рукодельниц, и каждая сможет поделиться своим мастерством. Вот сейчас я так в мечтах планирую объявить рукодельный осенний марафон. Сейчас кто-то из рукодельниц, кто принесет свои изделия, если захочет поделиться мастерством, мы назначим определенный день – день вязания, день скрабутинга, день вышивки. И в этот день будут показывать мастерицы бесплатный мастер-класс. Если кто-то захочет уже дальше научиться профессионально, то уже отдельно будете на платный мастер-класс записываться. Но вот эта осень как раз будет для того, чтобы привлечь в наши ряды людей. Ну это же не секрет, что сейчас в наше время люди не знают даже элементарно, где им общаться. Людям хочется общаться, хочется общаться по интересам. Но если, например, мы профессионально занимаемся вышивкой или шитьем, мы уже идем на свои тусовки, правильно? Там уже мы все друг друга знаем. А человек, который только хочет научиться, он во-первых стесняется, он не знает куда прийти. И я хочу привлечь именно таких людей, которые хотят научиться, но не знают где и как. Вот и поскольку у меня YouTube канал, я могу сделать рекламу, могу собрать людей. Ну, в общем, планируем это делать все на базе галереи куклы. То есть все будут приходить сюда, вживую встречаться будем здесь. Да, у меня такая идея давно была, но не было места, где можно объединиться в коленец. Ну вот, я думаю вместе с Ириной у нас все получится. По плану у нас получается субботу или воскресенье. Как бы никто не работает. Летом мы это не начинали, потому что у всех дачи огороды, кто в разъездах, кто где. А сейчас с осени плотную возьмемся по этому вопросу. И вот такой вот общий, совместный такой проект у нас будет. Попробуем, как вы откликнетесь, нравится вам это, не нравится, нужно вам это, не нужно. Посмотрим, все зависит от вашего желания. Возможности, базу для начала, основная, скажем так, уже есть. Самое главное теперь должно быть ваше желание. Хотите ли, не хотите ли, делом заниматься. Нравится, не нравится. Так что, приглашайте друзей, знакомых. Все равно лучше с Рафаново радио ничего нет. И пока человек первый раз сюда не придет, не посмотрит, не окунется в это, то из-за стороны чужому человеку очень трудно прийти. Сначала приходят знакомые, потом приводят своих друзей. Кому-то нравится, остается. Кому-то не нравится, приходят в гости. Уже была такая, как у нас, как это правильно назвать, опыт, не опыт работы, а опыт общения. Скажем так, год два назад приходили. Вот девушки вот две сидят. Они постоянно были участницей клуба. У нас песня была своя всегда. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Я в конце. Так что, давайте активно принимайте участие в наших делах. Следите за нашими. У нас все очень быстро меняется, экспозиции меняются, интересы меняются. Приходят новые мастера, не только рукодельцы, у нас и художники есть. И вот вчера в молодой новый коллектив приходил, пели руссконародные песни. Мы тут сидели, их слушали. Здесь очень интересная акустика, такая своеобразная. То есть мы и планируем и музыкантов приглашать, небольшие квартирники делать. Так что, следите за нашими. Скажите, а где ваша информационная база? Мы здесь в соцсетях есть, и у нас есть сайт. На сайте всем по мероприятиям, по выставкам такие у нас проходят все. И все активно, то есть как бы все меняется, новости все свежие активно. То есть вы, во-первых, по сайту можете посмотреть, какие у нас тут уже происходили на мероприятия, кто уже у нас был, что мы что делали. Нравится и не нравится, сразу это будет видно, да? То есть вы, например, на следующих... Ага, в принципе, там на сайте и план наших действий расписан. Поэтому как бы мы общие понятия и представления уже о нас будете иметь. Чем мы занимаемся, как, если какие вопросы есть, там тоже ссылки есть, куда чего обращаться, какие заявки делать, так что это без проблем. Сайт мы сделали как раз все сидели на карантине, а мы делали сайт. Подписывайтесь на мой канал Вышивка Плюс. Я буду снимать мероприятия. Вот то, что было вчера, я еще не смонтировала, не успела за ночь. Выложу ролик, и там у меня все ссылочки, время, когда мы собираемся. И еще немножечко хочу сказать о том, как у меня возникла вообще идея именно клуба Ассорти. Мы когда с вышивальщицами встречаемся, мы уже видим, да, какие работы знаем дизайнеров, авторов, кто наборы какие выпускает. То есть мы уже общаемся более так... Сложно сказать, да, что мы профессионалы. Ну, более у нас высший уровень, чем у начинающих. Но вот я заметила такую особенность, если я пять лет уже этим занимаюсь, я знаю уже практически все, да. И вот мы встречаемся, когда мы вот вышиваем вместе, но мы уже много что про это знаем. Но ведь есть люди, которые занимаются такими видами рукоделия, о которых даже мы представления не имеем. И хочется посмотреть на это. Вот смотрите, вот здесь вот на этом стенде, откуда вообще возникла идея. Вот у нас в семье я вышиваю. Вот много вышиваю. Как у нас говорят, запойно вышиваю. Вот. Но наша бабушка... Сидите. Моя бабушка, она тоже у нас была рукодельницей. Вот она вязала вот такие гольфы. Она на продажу вязала вот такие гольфы мешками. Она продавала их дешево, поэтому у нее всегда были клиенты. Все ходили в таких гольфах. Вот. Все наши знакомые, все наши родственники, дети всегда ходили в таких гольфах. Это вот носки, они короткие. Еще у нее вот такие были высокие гольфы. Вот. Пряжи негде было достать. Ей приносили свитера, она их распускала. В общем, продавала на их за копейки, чисто символически. Вот. И дарила. Дарила она много. В общем, я прям помню, она сидела, вязала, вязала. Вот. У нее эти клубки постоянно распускало что-то. Вот. Вот. Видимо, от нее у нас пошла страсть к ниткам. Потом мама стала шить. Вот. Мама моя, Надежда Николаевна. Канал Мадам Плюшкины. Популярный канал. Мастер-классы у нее проходят. Бесплатные мастер-классы для зрителей по изготовлению сумок. Кстати, кто принес сумочку по маминому мастер-классу сшито. Мама, покажи. Представьте, пожалуйста, как вас зовут. С Мишинкой Верой Евгеньевной. Вот. Вера Евгеньевна, зрительница канала маминого. И по маминому мастер-классу вот уже сделала вот такую сумку. Это не одна сумка. У нее еще есть. Еще есть, да? Ну, на следующую встречу принесете? Я уже раздала их уже. Ну, ничего. Вот, кстати, мама тоже не принесла сумки, потому что у нее они, ну, расходятся. Ну, я пришла с сумкой одной. Да. Вот. Ну, в общем, что получается. Бабушка вязала. Я вышиваю. Дочка вот моя пробовала вышивать бисером, но ей не понравилось. Хотя работа с точки зрения вышивальщицы идеальна сделана. Мама вот изготавливает куклы. У мамы очень большая коллекция. Это было вот таких вот кукол. Но она подарила ее библиотеку. И вот осталось две куколки. Но не важно. Вот мы как экспонаты принесли для того, чтобы было понятно, как у нас в одной семье сочетаются разные виды рукоделия. И уже получается, что у нас уже есть клуб рукодельниц. Но он ассортиклуб. Потому что, кстати, здесь нет игрушечки. Основа. Да. Дочка моя увлеклась вязанием из плюшевой пряжи игрушек. Уже создает свои схемы. Но не хочет пока вести канал свой. Но у нее настолько они профессиональные и качественно сделаны. Она живет 500 километров отсюда в Ясну. И не смогла нам подготовить к выставке. К следующему разу я попрошу ее, чтобы она сюда как-то переслала свои игрушки, чтобы показать, чем она занимается. И в итоге получается, что у нас в одной семье вышивальщица, швея, вязальщица – это уже мини-клуб ассортиклуб. И очень интересно, когда вот мы собираемся, мы смотрим, не то что я от вышивальщица смотрю вышивку, да. Я смотрю другие виды рукоделия, которые мне интересны. Ну и вот, собственно, уже есть у нас такой мини-клуб, куда мы хотим, чтобы вы все присоединились и принесли то, что у вас есть. Вот сейчас, может быть, кто-то чем-то хочет похвалиться, показать. Мы с удовольствием посмотрим, у кого что есть. Ну вот, давай, Олиной давай вещи представим. Олиной, да. У нас есть, но она у нас и вязальщица, и вышивальщица, и партниха, да. И партниха, да, к сожалению, приболела сегодня, не смогла прийти. Но, да, вот я представлю. Мы с Ольгой работаем в тандеме. Она в основном шьет, вышивает, ну и, конечно, тоже вяжет. Вот пальто, допустим, это Ольгина работа. Видите, как все, это натуральная шерсть, присутствует ирландское кружево здесь. Это все собирается красиво, сажается на подклад, и вот, пожалуйста, пальто осеннее. Ну, платье, это уже моя работа. Платье крючком вязано, тоже с люрексом. Вот это вот тоже вот моя работа. Это спицы, жакет, а это платье тоже вязано крючком. Ольга занимается также сумками, изготовлением сумок. Сумки очень качественные, внутри на шелковом подкладе, все это выбито. Пожалуйста, смотрите. Все выбито, все очень аккуратно, красиво сделано. Сверху вот, пожалуйста, вышивка. Плюс занимается обувью. Вот это вот представлены ее работы сапоги и макосинки. Вот это вот моя работа. Я тоже занимаюсь сапогами и обувью. Макосины, лоферы, слепоны, то есть туфли на каблуках тоже делаем. Вы вместе с ней начали вместе или кто-то у кого-то учился потом? Она начала первая. Вы потенцили? Да. Я сама вязала, а она более глобально занималась. Вот все вот эти. Ну, затянула меня она, конечно, с обувью, с шитьем. Шьем мы из натуральных только тканей. Американский хлопок она закупает, лен. И, в общем-то, на любую фигуру, по любому изделию мы можем сшить, связать, так сказать, вышить. Вот такие наши работы. Поэтому мы друг другу ходим в одном подъезде и вот у нас такой тоннел создался. Про работу Ольги есть подробное видео на моем канале. Я вам оставлю ссылочку, сможете посмотреть, она подробно рассказывает. Да, мы были у нее дома и она все рассказывала. Она с удовольствием проведет мастер-класс, если кто-то есть желающий, пишите. Она ведет мастер-класс тоже, да. Она и учит по интернету, она учит. И по интернету учит, да. Вот еще из нашего клуба вышивального принесли свои работы. Вот можно посмотреть. Ну, о вышивке мы можем говорить долго и много. Все работы, которые здесь представлены, да, это мои работы. Ну, вот еще тоже работы наших девочек. Я ошибочно купила, не глядя на пор, в вышивке он оказался Гладио. А у меня свекровь увлеклась Гладио вышивать. Она вышила, принесла картинку вроде. И тут, когда я увидела вышитую уже ее работу, я думаю, ну, надо его оформить в шкатулку. Вот я оформила вот так при этой помощи студии двое. Мне оформили шкатулочку для украшений, вот. Да, и я очень прям рада, что так красиво получилось. Вот с формидурой. Это у Саши делали, да? Да, у Саши, да. Это тоже, вот, дельфинчика вышила свекровь. Ну, говорит, в картину не хочу оформлять, во что оформить. Шить она не умеет. Я уже сшила и ее оформила в наволочку такую, на подушку. Ну, вот эта мелочевка, это уже макия. Белочные игрушки. Да, это вышивка по дереву. Я сейчас тоже покажу новые изделия. Это пластик. А вот это вот дерево. Сейчас у многих вышивальщиц такое модное увлечение – вышивка по дереву. Это вот работа нашей мастерицы из Оренбургского вышивального клуба «Степные босилисты». Вот еще свекровь мне вышила на день рождения в подарок сумку. Я ее оформила. Здесь тоже. И есть еще косметичка к ней в полоте. Она бы уже была сумкой или была вышивкой? Нет, это просто была канва, просто был набор. Это надо было вышить, потом все это собрать, оформить. Да, вот оформила в сумку я уже сама. Так как я шить умею. Набор сумочки, да? Ну да, набор Атреолис. Есть к ней еще в комплект очешник и косметичка. Вот у меня есть только косметичка, но я ее не взяла. Но для тех, кто хочет научиться вышивать, мы еще пригласим Ольгу. Вот как раз она организатор клуба «Степные босилисты». Мы соберем вышивальщик. У нас очень-очень много. Присоединяйтесь. Да, она сейчас в Питере приедет. Да, приедет и мы проведем вышивальный день. И покажем, как мы вышиваем, по каким наборам вышиваем. Ну вот еще одно из моих увлечений, хочу показать. Это букеты из мыла ручной работы. Многие хотели научиться, как это делать. Вот если вас привлекает. Так это правильно рукодельничество. Мыловарение. Мыловарение. Да, мыловарение. Очень красиво. Ну, в общем, здесь не все. У меня были еще большие букеты. Ну, если будет интересно, то смогу показать, как я это делаю. Как долго стоит? Очень долго стоит. Я всем говорю, пока не запылится, пусть стоит. Как только запылится, снимайте. В ванну можно поставить, но как бы для интерьера и… Они ароматизированные. Я, правда, сильно не люблю такие резкие ароматы. Да, у меня такие все нежные. Да, нежные. Вот. И вот еще у нас пэтчворк. А девочки, а чьи работы пэтчворка? Скажите, пожалуйста. Вот эти? Да. Это мои. Ну, это, конечно, не мои идеи. Это я все из Ютуба. Мне нравится это дело. Я, можно сказать, начинаю свадьбу. Несколько одеял. Их, конечно, не принесешь. А вот эти так. То, что дома осталось. Ну, по мелочам я делала прихватки, качи. Но в основном раздаю. Поэтому мне вот то, что осталось, принесла. Хорошо. Ну, вот видите. Да, подарки своими руками. Здорово. Да. Уже, вот видите, у нас есть и пэтчерк, и вязание, шитье. Маловарение. Маловарение. Девчонки, присоединяйтесь. Кто хочет что-то принести интересное показать. Валерия Волгой работает в пятницу, субботу, воскресенье. С двенадцати до шести. Приходите. Ну, и все мои данные будут под видео. Сейчас, я думаю, что мы, наверное, вот, кто по группам, да, распределимся, пообщаемся. Кому какая тема интересна. Еще у нас есть чайный стол. Сейчас Ирина покажет, где мы можем чайку попить. Ну, в общем, пообщаемся. В прославленной, дружеской обстановке. Ну, а зрители, благодарим за просмотр. С вами была Инесса и нашу коллегу Ассорти. Всем пока-пока.